Только что я вернулась из Франции, где проходила стажировку в архитектурном бюро Фабр и Спиллер. Мне посчастливилось попасть в эту стажировку благодаря мархе, которую я закончила, школу средового дизайна. И очень благодарна такой возможности, в том плане, что этот опыт, несомненно, даст, я надеюсь, и новые творческие какие-то, и реализаторские какие-то моменты. Он очень, я думаю, поможет, конечно, в моей жизни и даст какие-то новые пути вдохновения, возможно. Фабр и Спиллер. Это архитектор, который сейчас направил свою деятельность на реконструкцию театров. Причем он занимается этой реконструкцией не только на территории Франции, но и на территории России в том числе. Одним из его проектов на нашей территории это был Мариинский театр. Это реконструкция старого здания Марииньки и постройка как бы нового концертного зала, который не такой же относится к Мариинскому театру. Мне удалось побывать на нескольких объектах. Это в городе Сетт на юге Франции, который находится на побережье Белеземного моря. Театр в классическом итальянском стиле. Ему требуется реконструкция для того, чтобы он имел возможность сделать современные постановки, используя сценические приспособления, которых сейчас на данном этапе не хватает очень этому театру. Для реконструкции Заря я довольно-таки долгий период времени готовился. Там решались финансовые вопросы, которые решались на уровне муниципалитета. Это в радостном событии, когда Завье получила этот заказ. Оказалось, как раз я попала именно на это совещание, на котором многополучно решился этот вопрос в положительную сторону. Еще очень интересный объект находится в городе Леоне, на котором я тоже была. Это ТНП-театр. Он находится в районе, который построен в французском конструктивизме. Идет этот объект партнер Фабра, Спиллер. Грандиозная реконструкция, которая осуществляется в этом театре, конечно, поражает совершенно своим объемом. Мы ведь материалы, которые применяются в них там, как правило, сейчас в нашей строительстве, я не наблюдаю, поскольку очень часто вижу и имею возможность находиться на строительных объектах. У нас какие-то другие способы. То есть там в основном это металлоконструкция, все, не бетонные. И еще очень интересный объект, который мне удалось посетить, он находится в провинциальном городе Сан-Дизье. Это очень маленький городок, но тем не менее там существует театр, и который уже, в общем-то, практически реконструкция которого закончилась. Там остались какие-то мелочи, повесить занавес, там практически все уже готово к тому, что туда вошли новые посетители. Очень изящно, сделана элегантно вся реконструкция, свежесть красок, которые там присутствуют, она очень милая. Сан-Дизье, по-моему, был очень доволен, когда мы с ним поехали на приемку этого объекта, ему, по-моему, все там очень нравилось. Непосредственную работу, которую я проводила в самом бюро, мне дали возможность поучаствовать в подготовке к конкурсу на получение объекта строительства детской музыкальной школы. Этот объект должен строиться на юге Парижа. Район Банф. Я была в этом районе для того, чтобы сделать фотосъемку, для того, чтобы было легче масштабировать здание при создании макета. При макетировании мне предложили массу вариантов по материалу. Я выбрала один очень интересный материал, с которым здесь не было возможности познакомиться. Этот материал называется «Бальзам». Внешне он очень похож на фанеру, но на самом деле по мягкости и тому, как с ним работает, очень похож на наш пенокартон. Очень приятный материал. И от макета создается очень милое ощущение натурального дерева. Завье был доволен работой, которую я провела по макетированию. Дружественный коллектив очень близко и четко меня принял там. И все было очень интересно на самом деле. Опыт, конечно, несомненно положительный в любом случае, поскольку ты получаешь общение и видишь другой принцип, подход, который все-таки отличается от того подхода, который существует в нашей стране. И в отношении к заказчикам, и в получении заказа. И в качестве непосредственного воспроизведения этого заказа, конечно, ровность стен, гладкость там покрытия, они на высоком уровне. Не невозможно сравнить с тем, что я вижу обычно на наших объектах, которые все очень на низком уровне обычно делается. Ну и, конечно, мне удалось еще посмотреть непосредственно и сам Париж, и те города, в которых я имела возможность побывать на объектах архитектурного бюра. Я даже поучаствовала, по-моему, у меня была такая еще помощь, не только макет, когда мы приехали к театру в городе Сет, у них не хватало информации, у них какая-то она была такая неправильная, они никак не могли точно выстроить лестницы, чтобы у них какие-то проблемы были с личными пролетами. Я сама лично производила замер в этом театре, делала корректировку, которую потом внесли непосредственно в чертежи. Сокол, у них как бы стадия подготовки к конкурсу достаточно такая серьезная проходит, то есть это практически готовые чертежи, это макеты, это может быть 3D-визуализация, то есть практически уже видишь, можно сказать, готовую работу. Конечно, она там недосконально сделана, но уровень, конечно, очень поражает подготовленности. Вот как раз, когда я уже уехала, мне дошла информация, что они стремительно готовились принять участие к тому конкурсу, в котором я делала макеты, и выходили даже по ночам, все бюро выходило, чтобы подготовиться к этому конкурсу. Когда ты у нас здесь в стране работаешь, у тебя все время какое-то недоделанное, все как-то в процессе переделывается, все как-то вот, все какое-то недо, там ты видишь как бы полноценные какие-то этапы, которые тебе позволяют нормально, полноценно выполнять эти же этапы, реализовывать их, собственно. И мне очень близки были многие вещи, которые я там наблюдала, да, мне, конечно, это, мне это понятно очень. Мне скорее не понятно то, что происходит здесь. Это очень расширяет восприятие вообще в принципе, и тот принцип работы, который существовал, по крайней мере, в том бюро, в котором я была, он, несомненно, как бы настраивает тебя на более положительную и творческую, творческий вид деятельности. Поскольку завис сам очень творческий человек, и все вокруг него кипит, брыд, и все, как бы находясь в этом порыве, начинают тоже все, что только есть в их возможных силах, реализовывать.